В будущем когда-нибудь это будут изучать в школах. Вопросы по обществознанию на примере фашистской Германии для самостоятельного изучения. 1. Чем отличается традиционное общество от гражданского? 2. Что такое фашизм и как он связан с полицейским, государством и тоталитаризмом? 3. Кого на самом деле защищают полицаи при фашизме? Всегда ли только фюрера и его окружение, друзей банкиров из Англии, и только ли охраняют оккупированные территории? 4. Что такое брать на себя ответственность? 5. Что такое перекладывать ответственность, например при выполнении приказов от начальства? 6. А если эти приказы преступные? Нурнбергский процесс. 7. Что такое пропаганда по гиббельсу, поиск врагов, контроль над СМИ и отвлечение внимания? 8. Что, если каждый будет бороться за свои «шкурные интересы», чтобы получить жалкие подачки, или бояться за свое «теплое место»? 9. Считать ли подобных людей потенциальными предателями и перебежиками? 10. Что значит поступать по совести и не искать оправдания? 11. В окружении авторитарного лидера может быть кто-то умнее и сильнее его, или такие оцеиваются? 12. Чем это все в совокупности может закончиться? Исторические параллели на примере разных стран? 13. Почему при закрытых политических системах возникает энтропия? 14. Правда ли, что авторитарные политические режимы чаще всего милитаризованы и агрессоры? 15. В каких странах работает антивоенное движение и почему не сработало в фашистской Германии? 16. Почему выбирать между Гегемоном и его сателлитами, и диктатурой ложная дилемма? 17. Чем отличается родина от государства? Что такое чувство долга? 18. Что чувствовали немцы после войны? Мучила ли их совесть? О чем жалели? 19. Почему Германия нападала? Как на это повлияла идеология Третьего Рейха? 20. Послевоенный синдром, что это? Как он отражается на обществе в целом? 21. Как выживала Германия после войны? Что такое «немецкое экономическое чудо»? 22. Свой вопрос. 22. Свой вопрос.